привет друзья с вами вами это еще одно видео про dlc payday 2 и на этот раз ассоут пак гейдж ассоут пак содержит три штурмовых винтовки один гранатомет какое-то там миличное оружие которое абсолютно неважно я даже не помню какое содержится он вообще какое-то миличное оружие должен да вот молоток и два ножа и топор и собственно все ну ачивки маски там еще маски у меня какие-то должны быть наверное но я не помню какие вот эти вот и 4 у меня нет к сожалению а ну и собственно основное что нас интересует конечно же оружие три автомата это фамас кларе он это g3 и r3 собственно и это яка 72 это галил по моему да похож и также гранатомет m79 который в игре называется гранатомет g-40 и что это за винтовки и насколько они хороши и зачем они вообще нужны и так начнем с кларе на кларе он в целом если его сравнить кар 4 особенно со старым кар 4 до того как его пробустили он выглядит достаточно похоже у него 42 урона это то чего он может добиться и 16 точности старый кар 4 до дополнительных всяких dlc которые добавили ему кучу всяких новых обвесов до этого он был 42 18 сейчас тот который у меня это 40 47 16 так что в принципе он чуть-чуть меньше по точности но такой же урон столько же патронов в запасе меньше в магазине и скорострельность 1000 это самая большая скорострельность среди штурмовых винтовок есть парочка пистолет пулеметов со скорострельностью выше вообще фамас очень скорострельный не супер точный можно ему добиться 18 точности но будет хуже урон меньше 42 урона это на один выстрел больше на большинство врагов так что не стоит хорошая стабильность и хорошая скрытность базовая 24 можно него навесить короткий ствол который еще дает плюс 2 можно на него не навешивать всякие там насадки и лазерные прицелы которые уменьшают скрытность и в итоге у него будет 26 скрытности при достаточно неплохом уроне то есть это вариант ну этап 24 скрытности при достаточно еще более неплохом уроне если там убрать просто например лазер который минус 2 скрытность и дает и рукоять которая минус 1 скрытности дает и прицел которые минус 1 скрытности дает тогда у меня будет 24 скрытности тот же самый урон но хуже точность она будет по моим 12 или 10 так что в принципе неплохой варианты для скрытных билдов. Ну и, собственно, да. Из особых модификаций на него есть разные стволы. Удлиненный ствол немножко прибавляет урона и стабильности. Укороченный ствол это самый лучший вариант практически всегда. Он дает много урона, но немножко уменьшает точность и стабильность и прибавляет скрытность, что тоже хорошо. Снайперский ствол плюс урон плюс точность, но плюс мало урона. И приглушенный ствол это встроенный глушитель с приличным плюсом к точности. Удивительно. Кроме этого, у него есть рукоятка, которая дает точность и стабильность и чуть-чуть уменьшает скрытность. И все. Все остальные модификации на нем стандартные для всех винтовок. То есть прицелы стандартные, гаджеты стандартные, насадки стандартные. Режимы стандартные, естественно, если у вас есть weapon pack 1. В целом довольно неплохая штука. Очень скорострельный автомат, очень быстро тратит патроны и на него нет увеличенного магазина. Это основной минус. То есть перезаряжаться приходится часто, перезарядка у него достаточно долгая. И с этим возникают некоторые проблемы. Но при этом у него хорошая точность 16. У него очень хорошая точность перестрельбе от бедра и на ходу. Лучше, чем у карта 4. И в целом прицельно тоже все нормально. Высокая скорострельность, опять же, очень хорош для того, чтобы просто подбежать в упор там к бульдозеру и с одного магазина снести ему броню на лице и само лицо. Вполне работает. Ну и в целом для того, чтобы спамить. Опять же, прицельно особого смысла стрелять нет, потому что он и от бедра очень даже хорошо работает. И при этом от бедра вы можете быстрее двигаться и виднее все. То есть одна из проблем этой винтовки это то, что она большая очень по модели по своей. То есть даже если я не прицеливаюсь, она занимает приличный кусок экрана. Если я прицеливаюсь, в принципе, с этим прицелом более-менее все. Дефолтный прицел у нее не очень хороший. То есть механический лучше не использовать. Я точно не помню, какой он, но я помню, что он мне абсолютно не понравился в том плане, что ни хрена с его помощью не видно. Отдача довольно сильная на больших дистанциях при прицельной стрельбе, но от бедра короткими очередями можно спокойно стрелять хоть через всю карту. Перезарядка долгая. Три с половиной секунды длинная перезарядка, если вы потратили весь магазин и, по-моему, 3 или 2,8, где-то так. Короткая перезарядка, если вы потратили не все. Так что стоит использовать тот перк, который ускоряет перезарядку для штурмовых винтовок. Или стоит, по крайней мере, не тратить все патроны, что довольно сложно, учитывая такую высокую скорострельность. При этом подбирает патроны с трупов АМАЗ довольно адекватно. То есть с патронами таких уж серьезных проблем нет, кроме того факта, что если вы зажимаете левую кнопку, то они кончаются очень быстро. Ну и, естественно, выглядит красиво. Ну и в целом, довольно неплохая штука. Кар 4, конечно же, лучше в целом, но кар 4 хуже, если вам нужна винтовка с большой скрытностью. Так что, если вы хотите бегать, например, в крит-билде, то ФАМАЗ это вполне вариант. Ну или если вы хотите его взять как запасное оружие на скрытную миссию, то есть если вы хотите начать миссию в стелсе, если потом вас заметят, то всех убить. В этом варианте ФАМАЗ довольно неплох. Потому что даже в полном обвесе, как он у меня сейчас, у него, сколько там у него было? 20 скрытности. Если убрать прицел, то будет 21 скрытности. Это тоже довольно неплохо. И прицел ему... Чёртовы, ослепляющие гранаты. Прицел ему не очень-то и нужен, потому что лучше стрелять от бедра. Я вообще не знаю, что это было. Меня ослепило и после этого, видимо, убило фургоном. Ну ладно. Это ФАМАЗ. Он очень даже неплохой. Для скрытных билдов и, в целом, для громких вариантов он хуже, чем КАР-4, но что угодно хуже, чем КАР-4. Но так вполне можно пользоваться и вполне веселая штука. Дальше я хочу посмотреть на ГЕКО. ГЕКО это более дамаговый автомат. У него... Ну, в принципе, он у меня так обвешан, что он более дамаговый. В общем, у него немножко меньше патронов. У него тоже высокая скоростреленность выше, чем у КАР-4. Почти такая же, как у АМР-16, но больше патронов при этом. Хотя у меня, по-моему, не совсем... Хотя нет, правильный обвес. Да, больше патронов. 45 урона в текущем моем обвесе. Это короткое цевьё. Плюс 5 урона, минус точность, минус стабильность. Что вообще на него еще есть? Это все стволы. Плюс точность, плюс стабильность. Плюс урон, минус точность, минус стабильность. Третий, плюс немножко урона, плюс скрытность и без штрафов. И четвертый снайперский, плюс точность, но все остальное хуже. Плюс урон, естественно, самый лучший вариант. И кроме этого, на него есть рукоятка. Плюс точность, минус стабильность. И кроме этого, на него есть целая пачка прикладов, которые... Да, только из-за саутпака. Мне казалось, на него должны быть еще и из... Того пака, который для клашей... Как оно? АР-15. Но нет. У меня почти ничего не открыто, потому что я там недостаточно кавычников убил. Но все-таки тут разные варианты. Я использую тот, который дает плюс 4 точности и минус 4 стабильности. Можно использовать плюс 6 точности, минус 7 стабильности. Мне не нужно, потому что у меня и так 18 точности. Это кап. И нет смысла более серьезный штраф на стабильность получать. Ну, в общем, в таком вот обвесе он у меня получает 45 урона, 18 точности, почти кап стабильности. Но это от скилла. И скрытность 16. Довольно мало. Ну и в целом, это тоже довольно неплохой автомат. Достаточно похожий по смыслу. Я не хочу хотя бы маять. Да, есть какую-нибудь другую миску. Ночной клуб, почему нет? Похожий по смыслу на ФАМАС. Не скрытный при этом, но такой достаточно скорострельный, ДПСный в ближнем бою. И тоже довольно хорошо работает от бедра. Ну, сейчас разберемся. По виду он намного приятнее в том плане... Черт, это был гражданский. Намного приятнее в том плане, что он не загораживает большую часть экрана. И прицел дефолтный у него, по-моему, намного адекватнее, но все равно не супер, как и у большинства оружия. Опять же, основная его проблема, это тот факт, что на него нет магазина увеличенного, потому что 30 патронов это не то. Также еще одна проблема, которая у него есть. Когда уже копы приедут? Еще одна проблема, которая у него есть, это тот факт, что его достаточно сильно подбрасывает при прицельной стрельбе. Так что вдаль лучше стрелять либо короткими очередями, либо от бедра, потому что от бедра, на удивление, чуть лучше даже получается. Ну, не на такие дистанции, хотя на такие тоже можно. Но сложно. Так лучше, конечно, одиночными прицельно. Но на таких средне-близких дистанциях от бедра он работает лучше, чем в прицельном режиме. Хотя, конечно, никто не мешает стрелять прицельно короткими очередями или одиночными. Ну и если надо, можно просто зажать левую кнопку и, опять же, нанести огромную кучу ДПС, потому что у него довольно высокий урон. И скорострельность тоже довольно высокая. Но при этом у него немножко больше проблем с подбиранием патронов с трупов. Он их подбирает, в принципе, достаточно, если особенно не спамить. Но проблемы с этим могут начаться, если начать особенно спамить. Ну а в целом вполне хороший такой приятный автомат. Мне нравится звук его. И из него тоже вполне можно убить бульдозера там очередью в упор. Особенно, если этот бульдозер, по-моему, не стреляет в ответ. Ну и упор это, естественно, в голову. Перезарядка намного быстрее, естественно, потому что он не был паб. Ну хотя... Нет, не намного быстрее, примерно такая же. Те же самые 3 секунды. По-моему, у него длинная перезарядка быстрее. Нет, длинная перезарядка у него еще дольше. Окей, перезарядка не быстрее, перезарядка тоже долга. Но как-то на нем это почему-то менее напрягает, чем на Фомасе. Возможно, потому что скорострельность ниже. Скорее всего, потому что скорострельность ниже. То есть он не так быстро тратит магазин. И урон выше. Хотя и незначительно. В целом, тоже довольно приятное оружие, но... Низкая... Низкая скорость перезарядки и... Патронов он мало подбирает. Маловато. То есть у Фомаса с этим проблем вообще нет, как и у всяких там карт 4. У Гекко проблемы с этим есть. Ну и также, опять же, маленький магазин высокой скорострельности. Это значит, что если вас затазит тазер, то, скорее всего, вы очень быстро расстреляете туда, куда смотрите весь свой боезапас. И тазера убить не сможете. Но, с другой стороны, если вы примерно в его сторону будете смотреть в этот момент, то вы его убить, скорее всего, сможете. Потому что хороший урон, хорошая скорострельность. В общем, тоже очень даже неплохая винтовка. Опять же, не конкурент к арт 4. Менее конкурент к арт 4, чем Фомас. Но довольно неплохой вариант. Теперь G3. G3 более интересное. Более интересное оружие. У меня их здесь две с совершенно разными статами. И это потому, что у G3 есть вот эта вот штука. Набор ДМР, который превращает ее в недоснайперку такую. Но для начала я хочу пройтись по обычному варианту. Штурмовой набор. Плюс 20 патронов в запасе. Минус урон, минус точность. Плюс стабильность. Плюс скрытность. А базовый урон у нее 43? Правильно? Нет. А, ну я чем-то... Да, я компенсирую этот урон потерянный. В общем, базовый урон 43, так что становится 40. Это чистые 40, насколько я знаю. То есть это не те 40, которые написаны 40, а на самом деле меньше. Ну, то есть там 42 будет, потому что плюс 2 от навыка у меня. В общем, плюс 20 патронов дает этот штурмовый набор и немножко уменьшает урон, который все равно остается адекватным. Немножко уменьшает точность, стабильность и все тому подобное. Здесь у меня взят компенсатор, который прибавляет много точности, потому что она и так не идеальная. Она еще и уменьшена этим стволом. Режим у меня не взят никакой. Цевье плюс точность, минус стабильность. Альтернативные варианты это просто плюс стабильность без всего. Минус точность, плюс больше стабильность, плюс скрытность. Или пластиковая минус точность, плюс скрытность. Скрытный эту винтовку все равно не очень получится сделать, потому что у него базовая скрытность 12, соответственно. Ну, 16-20 получится сделать. И все, по сути, потому что приклады скрытности не дают. Да, 20 можно сделать, но это не супер. И при этом пострадает сильно точность. Дальше у меня стоит какой-то лазер, это не важно. Дальше рукоятка у меня стоит плюс стабильность, альтернативно плюс точность, минус стабильность. И два приклада. Плюс точность, минус стабильность или просто плюс стабильность. И в таком варианте у нее получается 125 патронов, 20 в магазине, 45 урона, 18 в точности, 25 в стабильности. Все в капе. Проблема в том, что 20 патронов в магазине. Потому что 20 патронов в магазине это маловато. Но при этом... При этом неплохой урон, неплохая точность, вообще все неплохое. Выглядит тоже очень неплохо. И в целом довольно адекватно работает. Несмотря на 20 патронов. При этом даже механические прицелы этой винтовки очень удобные. Она у меня, по-моему, даже с ним... Да. Удобнее всего, по-моему, просто переключить ее на стрельбу одиночными и использовать стрельбу одиночными. Потому что у вас все равно 20 патронов. И дамага и прочего хватает для того, чтобы эффективно убивать врагов одиночными. То есть просто одиночная стрельба, выцеливать головы и убивать всех там с одного-двух выстрелов. И в случае, если вы встречаетесь с каким-нибудь бульдозером, тогда да, тогда переключаться на полностью автоматический огонь и давать ему очередь в голову. От бедра, в принципе, тоже достаточно адекватно стреляет. Перезарядка, ну, быстрее, 2,5 секунды короткая. И... 3,5 или там близко к 4 длинно. Ну, в принципе, такая, как бы, эта перезарядка чуть-чуть более быстрая, чем у остального оружия из этого набора. Она не оправдывает 20 патронов в магазине, так что это основной минус этой винтовки в таком варианте. Хотя ее все равно вполне можно использовать, естественно. Просто другие виды оружия использовать удобнее. Вау, он промахнулся. Ну и, естественно, не стоит тратить все патроны, потому что длинная перезарядка совсем уж какая-то длинная. Лучше перезарядка, пока еще есть патроны. Это, конечно, не самая лучшая карта для того, чтобы выцеливать головы противникам, потому что тут темно. Ну и с таким уроном, естественно, это два выстрела в голову по тяжелому фбр-овцу. Один выстрел в голову по более легкому фбр-овцу. Ну и, если что, можно переключиться на полностью автоматический агонь и устроить что-то типа такого вот. Но все-таки винтовка не супер. Но использовать ее в таком варианте стоит для того, чтобы открыть ее второй вариант. Потому что для того, чтобы открыть ДМР-набор вот этот тот самый, для этого нужно убить 20 бульдозеров из нее. И набор ДМР это интересная штука. Он уменьшает магазин на 10 патронов, то есть в два раза. Он уменьшает запас патронов, но он увеличивает урон почти на 50, до 100. Увеличивает точность, уменьшает стабильность, скрытность и все тому подобное. Что у меня здесь навешано? Я не уверен, что у меня все здесь навешано. Ну, в принципе, у меня не все здесь навешано. Например, цебье вообще никакого смысла вешать нет, потому что оно все лучше ничего не делает. А рукоятка, ну, можно на стабильность поставить. Прицел и приклад тоже на стабильность. Потому что точность и так 28, а не 28, а 18. 105 урона в таком варианте, но всего лишь 60 патронов и 10 в магазине. И совсем мало скрытности, но остальные статы тоже достаточно хорошие. Хорошие. В таком варианте... Да есть какую-нибудь дневную миссию? О, нет, не на ДС США. Хотя можно и там, конечно. Но там меня с блотами очень быстро убьют. Поджигатель это ночная миссия. Какого черта? Ладно, транспорт парк это вполне нормальная миссия. В таком варианте эта винтовка намного интереснее, потому что она имеет кучу урона. Она является такой недоснайперкой. Она наносит много урона за каждый выстрел, но при этом у нее мало патронов. Мало патронов в магазине, мало патронов в запасе, мало патронов вообще. И в таком варианте... Она все еще имеет полностью автоматический режим, который намного меньше смысла в себе несет. Но опять же, можно подойти вплотную к бульдозеру и всадить в него 10 выстрелов по 100 урона. Это довольно неплохо. Но все-таки лучше ее использовать в одиночном варианте и как снайперку именно. Проблема в том, что она все еще не пробивает щиты щитов. Она все еще не пробивает стены. Она... Что еще не делает, что остальные снайперки делают. В принципе, больше ничего снайперки не делают такого. Но зато она убивает с одного выстрела в голову тяжелых ФБРовцев. Проблема в том, что проще взять Раттлснейк, который делает примерно то же самое. Только он, по-моему, даже еще больше патронов имеет, и он щиты пробивает. Потому что сейчас со щитами я вообще ничего не могу сделать в таком варианте. Да, Раттлснейк менее скорострельный, он не может стрелять очередями. Но в остальном он делает примерно то же самое. И также есть винтовка, как она называется, которая даже бесплатная, без всяких ДЛЦ, которая тоже такая не до снайперка. И она лучше, чем G3 выходит. Она подбирает больше патронов с трупов, она, по-моему, имеет немножко меньше патронов в запасе. Но в остальном то же самое. Тут же урон, та же точность, все то же самое. Ну, не все то же самое, но очень близко. Также на этот ДМР-вариант G3, как и на все другие винтовки с ДМР-вариантом, на них не работают перки и скиллы, которые позволяют вам подбирать больше патронов с трупов. То есть я сейчас подбираю патронов, как если бы у меня не было никаких перков и скиллов, в то время как у меня и то, и другое есть. Черт. Щит внезапно выбежал. Я тебя его, наверное, убил. Что тут вообще происходит? В общем, подбирает патронов, она не так уж много. Подними меня, наркоман. Ненавижу ботов. И это довольно серьезная проблема, потому что патроны кончаются. Особенно, если стрелять очередями по бульдозерам. Ау, да. У меня ноль патронов. Ну и для снайперки она слишком бессмысленна против щитов. Да, их можно обойти и выстрелить, но убить с одного выстрела в тело. Для этого их нужно обойти и попасть. В то время как рта в снайках убивает с двух выстрелов в голову сквозь щит, а остальные снайперки убивают их с одного выстрела в голову сквозь щит. Так что, в принципе, она довольно веселая, конечно, пушка. И интересная, но в плане именно боевой эффективности смысла в обоих вариантах довольно мало, потому что в штурмовом варианте у нее просто очень маленький магазин, который не оправдывает всех остальных ее статов. В DMR-варианте она просто хуже, чем другие снайперки и другие DMR-ки. Особенно сейчас, когда есть DMR-варианты Калаша и М4, М16, то есть они, по-моему, даже получше выходят, чем G3. В плане количества патронов и прочих подобных вещей. Ну и даже в плане магазина можно сделать DMR-калаш, у которого 60 патронов в магазине. В таком варианте как-то вообще всякий смысл в G3 пропадает. Ну, опять же, использовать, конечно, можно. И можно эффективно играть с этой винтовкой, но она не так эффективна, как другие аналоги. Но при этом зато она красивая и веселая. Ну, окей. Теперь последнее оружие из этого пака. И последнее оружие самое интересное, потому что последнее оружие это гранатомет. GEL-40. Что на него есть? На него есть из барбекю пака зажигательные снаряды, для которых нужно отдельный ДВЦ. И на него есть пиратский ствол короткий с увеличением скрытности и уменьшением точности. И спильный приклад с уменьшением стабильности и увеличением скрытности. Больше на него ничего нет. Что оно делает? Естественно, оно взрывается. Ну, не оно само взрывается, а взрывается то, куда вы стреляете из этого гранатомета. И в целом это очень даже неплохое и интересное оружие. С ним стоит брать нормальную вторичку. Ну, а почему бы не шокган какой-нибудь? В принципе, лучше, наверное, взять судью. Гранатомет, в принципе, всегда был очень веселым и интересным оружием, но недавно, ну, относительно недавно, может, там, месяц назад или типа того, его побустили. В том плане, что сейчас он подбирает патроны, гарантированно, если у вас полный патрон ко вторичке. То есть раньше он подбирал коробки с патронами. То есть если я выстрелю сейчас один раз из гранатомета, если предположить, что у меня полный судья, я пробегаю по коробке с патронами, она подбирается, но она не дает мне патрон для гранатомета. Такое случалось. И такое случалось очень часто, потому что у него там был шанс 20, что ли, процентов подобрать патроны из коробок. Теперь, если у вас полная вторичка, то коробки с патронами гарантированно дают вам одну гранату для гранатомета. Если у вас не полная вторичка, то они дают патроны ко вторичке и имеют тот же самый 20% шанс дать одну гранату для гранатомета. То есть если не использовать вторичное оружие, то гранатомет подбирает всегда по одному патрону, по одной гранате С каждой коробки При этом в большинстве случаев Вы убиваете больше одного противника одной гранаты Потому что это гранатомет У него есть сплэш У него есть приличный урон Его урона достаточно, чтобы убивать все, кроме Клочников и Бульдозеров, по-моему, с одного Возможно, тазеры тоже выживают Не уверен на 100% В общем, хватает ему урона И потом вы просто забегаете в эту толпу Которую вы только что убили И подбираете свои патроны обратно И подбираете больше, чем потратили обычно Потому что вы убиваете обычно толпу С одного попадания Ну, на тазерах хватило А тратите на На эту толпу всего лишь одну гранату При этом он довольно быстро перезаряжается Быстрее, чем стрелять одиночными Из гранатомета из барбекюпака То есть здесь у него перезарядка 3 секунды, конечно, после каждого выстрела И она после каждого выстрела Но у гранатомета Барабанного, который в барбекюпаке Там перезарядка 5 секунд После каждого выстрела Но там можно расстрелять Все 6 гранат и потом перезарядиться Хотя это будет дольше, чем 5 секунд Ну, а сейчас тазер не убило Видимо, нет Видимо, не убивает тазеров Но их станет Это главное Потому что гранаты и все любые взрывы В принципе, они станут абсолютно Женый клоп на крыше Они станут абсолютно все, кроме Кроме колочников Потому что колочников нельзя станеть Их можно было какое-то время Станеть гранатометами Потом это пофиксили обратно Это был баг То есть, если вы попадаете в тазера То он перестает вас тазить Он перестает что-либо делать И он стоит и Проигрывает анимацию Получения урона какое-то время И в этом плане Гранатомет очень эффективен Потому что даже если вас затазил тазер То вы просто стреляете ему под ноги Потому что он обычно где-то близко И вы обычно целитесь примерно ему под ноги Даже если вы целитесь при этом себе под ноги И этого хватает, чтобы Чтобы он перестал вас тазить Бульдозеров оно станет Оно ломает им броню на лице Но урона недостаточно Чтобы убивать бульдозеров из этого гранатомета Он наносит 300 с чем-то урона У бульдозера Даже на Этой сложности На оверкиля У бульдозера 5500 жизней Почему боты такие тупые? В общем, против бульдозеров Вариант это Пальнуть у него из гранатомета И Ну, я труп, потому что у меня нет гранаты Пальнуть у него из гранатомета Потом подбежать и добить из вторички А, это промо-вариант Ладно Я сейчас еще что-нибудь запущу Потому что боты пошли и умерли об фургон Нет, я не хочу еще одно ограбление банка Там боты снова умрут об фургон В общем, против бульдозеров Их можно застанеть этим попаданием И потом добить из другого оружия Основная проблема Вашу гранату могут взорвать в воздухе Что со мной только что случилось То есть, если по-моему стреляют То гранату могут взорвать паданием Также у него есть вот такой вот Прицел для стрельбы на дальние дистанции На нем там есть всякие метки Которых сейчас не видно, потому что темно Ну, им можно как-то пользоваться Он не очень удобен, конечно Но все-таки что-то с ним сделать можно И он убирается, если спилить ствол Тогда у вас не будет этого прицела Ну, ночной вариант Окей Привет, чуваки Ночной вариант это плохо на самом деле Потому что тут темно Не люблю темные миссии В общем, гранатомет это лучшее оружие Из этого набора Он очень хорошо работает Почти на всех миссиях Он как минимум очень хорош Как ситуационное оружие Чтобы станет врагов То есть, если вы встречаетесь с бульдозером Вы достаете гранатомет Стреляете в него И потом переключаетесь обратно на вторичку И добиваете его И какая у вас при этом вторичка Это Чуть дальше надо Это не так уж и важно То есть, вы можете использовать с ним Какой-нибудь там дигл Это будет нормально работать Вы можете использовать с ним судью Как у меня сейчас Или вы можете там Любой другой пистолет В общем, вариантов полно Но при этом вам нужна нормальная вторичка Потому что как основное оружие Его, конечно, можно использовать В какой-то мере Но иногда возникают ситуации Когда нужно убить Несколько врагов быстро И они стоят недостаточно близко Друг к другу Чтобы их всех Одной гранатой накрыть И для таких ситуаций Какой-нибудь там пистолет Или Шотган Или Пистолет-пулемет Очень хорошо будет работать Да, сраный клочник Там снова фургон приехал И он снова всех ботов убьет Ну ладно В целом я показал все, что хотел Гранатомет очень хороший И он стоит того, чтобы купить Роднего этот ДЛЦ Если вы хотите им пользоваться Остальные три вида оружия ФАМАС Ситуационно хорошие Для того, чтобы Иметь Неплохой автомат С высокой скрытностью При этом Другие два Скорее для того, чтобы Просто так Для фана их использовать А не для того, чтобы То есть они не являются Особенно эффективным оружием Но они являются Достаточно веселым оружием Использоваться можно Но они хуже, чем Их аналоги Надо, наверное, пойти посмотреть Как называлась та винтовка Которая, по сути, аналог ДМР Кита Только бесплатная Бывали она у меня? Когда-то была Потом я ее, по-моему, продал В общем, это Вот это вот М308 У нее те же самые 100 урона У нее чуть меньше патронов 50 вместо 60 По-моему ДМР Как она там называется У ДМР G3 Но она подбирается Трупов больше Ну, в общем, да А салтпак Такой вот И стоит он 79 рублей Потому что они Удешевили все старые ДЛЦ Навсегда Так что теперь все ДЛЦ с оружием Стоят по 79 рублей Кроме тех, которые более новые Там, вестерн пак Еще что-то В общем Несколько последних Стоят столько же, сколько и раньше Старые Теперь стоят по 79 рублей Что довольно неплохо Ну и я надеюсь, вам понравилось это видео Спасибо за просмотр С вами был Айми Пока Субтитры сделал DimaTorzok